Итак, что на этой неделе тебе показалось самым интересным, скажи мне? Я скажу, конечно, диалог президента Владимира Александровича Зеленского с националистами. У нас, кстати, все разделились на две части жестко. Одни говорили, что нельзя по-хамски так говорить ты незнакомому человеку. Другие говорили о том, что... И, кстати, к этим другим принадлежу я. Я даже только что пост написала, что когда война, то приказы главнокомандующего... Никто не может ослушаться приказа. И никто не может предлагать ему подписать какой-то меморандум. Я согласен с тем, что Владимир Зеленский же привык так разговаривать. Он так разговаривает в своем квартале 95 со своими подчиненными. И он перенес эту манеру общения на, собственно, политическую сферу. Но ничего плохого в этом не вижу. Потому что если прийти к верховному углу командующему и начинать рассказывать всякую ерунду, это неправильно. Но если бардак не будет прекращен, то государство не будет. Ну да, я считаю, что в этой ситуации гораздо опаснее то, что есть какие-то люди, которые начинают говорить, давайте мы с вами поторгуемся, давайте мы с вами обсудим. Вы, господа военнослужащие, у вас там погоны солдат и офицеров. Я, прости, я приведу пример, аналогию проведу. Поскольку в Украине очень любят сравнивать эту ситуацию с Израилем, с судьбой Израиля. В 1973 году была война Судного дня. Судный день был недавним. Емкий пор. И я не еврей, сам, нужно себе, этнический еврей, но не иудей. Поэтому я не отмечаю Судный день. А Судный день – это самый страшный день. Он имеет официальный статус страшного дня. Когда все закрывается, ничего не работает. И Голдемир проспала буквально, в прямом смысле этого слова, атаку арабских войск. Арабы вели какие-то нечеловеческие войска, в шесть раз превосходившиеся у Израиля на территорию Израиля. Ишли уже даже не Тель-Авив, это бог с ним, а на Гурсалим. Что вообще уже ужасно. Они не собирались взять конкретный Иерусалим. И ясно, что это не могло быть никогда. Во-первых, человек, я знаю, что Господь обещал вернуть Израиля избранному народу. И он вернул Израиль избранному народу. Большую роль в этом сыграл Адольф Алоизович Шиклеба Удар. Знаешь такого человека? Ну, я думаю, этого человека знают все, конечно. Да. Потому что, если бы не Холокост, то этого бы не случилось. Это была огромная жертва, которую еврейский народ принес для того, чтобы вернуть Израиль себя. И вот когда Ава Голдемера, она была же не молодая женщина, ну, там, скажем, немножечко проспала. В этот момент человек применял Иерусалим Шарон, который был командующим на Синае. У него было шесть танков. Всего шесть танков. Что было ничто по сравнению с огромной мощью вооруженных сил объединенных арабских войск. Он принял решение ввести эти шесть танков в Египет и идти на Карию. Это очень важный символический сюжет, потому что это как бы антиисход. Был еврейский от еврейского народа из Египта. И Ариэль Шарон пошел на Карию. Сказав своим войскам. Или погибнем мы. Или погибнет Израиль. Или все вместе. Ну, вот если превращаться от этого замечательного образа. Можно я это расскажу? Он уже почти дошел до Карию. В этот момент, когда он уже почти дошел до Карию и уже взял Карию, он был в предместях Карию. Со своими нечастными шестью танками. Потому что всякая война выигрывается, как известно, до начала и носит психологический характер. Президент Нассар в ужасе позвонил президенту Никсону в Вашингтон. И сказал, нельзя ли, как ему сделаешь, чтобы остановить этот процесс. Президент Никсон позвонил Голдемир. И Голдемир приказал остановить этот процесс. Премьер-министр Голдемир приказал остановить этот процесс. Этот рассказ был к тому, что войска должны подчиняться политическому руководству. Если они не подчиняются политическому руководству, государство быть не может. Ну да, если, я так полагаю, любой солдат или офицер не согласен со своим замнокомандующим, Его право снять с себя вагоны, уйти из армии и стать политиком, и не соглашаться в роли политика или активиста, или еще кого-то там. Я вам сказал, что популярные решения абсолютно не популярные. И говорю, что осуждайте не военных, а меня за эти решения. На этой неделе произошло еще ряд событий в стране, которые тоже очень горячо обсуждались. Ну, скажем, президент обвинил своих депутатов во взятках, вернее, не обвинил, а заподозрил, и было решено пройти там полиграф. Ну, во что это превратилось, ты знаешь, это знает вся страна. У нас очень много обсуждали, одни говорят, что это шоу, ну и правда, полиграф это, в общем-то, не та история, которая показывает, кто лжет, кто нет. Но гораздо интереснее другой. Является ли это, ну вот таким, знаешь, сейчас, потому что это уже не первая такая история, является ли это началом больших волнений, больших потрясений в слуги народа, потому что опять вот после этого, после вот этого большого шоу, которое устроил Дубинский Арахамия, опять заговорили об императивном мандате. И я знаю, что это будет обязательно обсуждаться там в начале следующей недели. У меня есть одна приятница, ее зовут Наталья Влащенко. Мы с ней сделали программу НАБИЛО, в которой мы сейчас и находимся, и в которой мы пару месяцев назад предсказали, что так и будет. Надо дальше продолжать. Хотелось бы поговорить все-таки об императивном мандате и возможных прогнозах вообще, что будет с монобольшинством? Монобольшинство будет держаться до тех пор, пока он уверен в то, что Зеленский является единственным источником его легитимности. Когда он заподозрит, что это не так, оно рухнет. Но пока Зеленский не дал ни одного повода заподозрить, что он является единственным источником его легитимности. И даже поездка на передовую подтвердила, что он является источником легитимности. Потому что поругаться с националистами на передовую – это, в общем, достаточно мужественный шаг. Но знаешь, внутри команды есть уже люди, которые являются практически… У тебя же есть Телеграм, насколько я знаю. Твой Телеграм, считай, достаточно много людей. И у нас сегодня, наверное, в Украине самый популярный мессенджер. И есть такой в Телеграме «Темный рыцарь», такой персонаж, который, по всей видимости, является одним из депутатов, возможно, слоги народа. Ну, судя по всему… Что? Ну ты же что, скажи. Никто не знает. Никто не знает. И он пишет, он является носителем инсайда. Он первым сообщает какие-то новости. Более того, он страшно ругается. Вот смотри, я тебе считаю один из его последних постов. Читаю, что наши партии приоритет и доступная растамушка. Блять, люди Марс колонизируют, а мы никак не можем вопрос с растамушкой решить. В этой связи, думаю, подать законопроект про доступный гастарбайтинг. Пособие от государства на выезд из страны. Так можно решить сразу несколько задач. Растамушка – похуй. Меньше народу, больше кислорода и никаких соцвыплат. А главное, грабить никто не мешает. Прошу голосуваты и петрыматы. Он не скрывает в своих постах, что он есть один из депутатов. Как ты думаешь, с какой целью заведен этот Телеграм? Я сейчас ему даду бесплатную рекламу. Я никогда не считал этот Телеграм. Текст из него я отцовываю от себя. И совершенно понятно, чей это текст. Совершенно. Потому что человек – это текст, как известно. Ну, давай зависим еще на 10 секунд. Владимир Александрович Зеленский. Телеграм. Да ладно, да ладно. Хотя идея была бы, конечно, интересная. Хорошо. Пойдем дальше. Императивный мандат возможен, если моно-большинство проголосует. Уже сегодня понятно, кто не будет голосовать. А те люди, условно, 10 человек, которые называют почему-то группой Коломойского, я не могу до конца утверждать, никто не может это утверждать. Но уж так повелось их называть бы. Они не будут. Они мажоритарщики все, они голосовать не будут за императивный мандат. А вот какое решение примут остальные? Потому что внутри списочников тоже мнения очень серьезно разделились. И никто не хочет попасть в полное такое уже ярмо окончательное. Поэтому посмотрим, как будет и какое будет принято решение. Правительство пока что стагнирует. Пока ничего. Пока ни один министр не выдал концепцию какую-то внятную. Как он себя представляет в ближайшие пять лет в его отрасли и в его опции. Все ждут. Все говорят, ну прошло еще только 50 дней. Я же предлагал самым началом назначить премьер-министром Христа Фрилом. Если бы ее назначили, там вопросов бы не было. Но уже не назначили. Уже не назначили. И как ты думаешь, это вопрос... Я бы сказал, не уже. Еще. Хорошо. По твоим прогнозам, сколько это правительство еще будет? Потому что очень многие считают, что это переходное правительство. Я с этим согласен. Через год будет другое правительство. То есть ты даешь целый год для этого? Ну потому что многие говорят о весне. Ну, весна у нас всегда. В Киеве вообще хорошая погода. Я говорю о том, что приблизительно год. В Киеве погода отвратительная. Неделю в Киеве ужасные туманы. И вообще такая, знаешь, глубокая тоскливая осень, которая людей неуравновешенных загоняет в депрессию. Но я очень надеюсь, что скоро будет солнце. Был очень большой скандал. Связан с... Ну, ты знаешь, номер с хором веревки. Горелось. Все это знаешь. И некоторые наши министры начали извиняться. И так далее, в связи с чем Коломойский назвал одного дебилом, другого подлецом. Что самое удивительное, господин Миломалов тут же согласился, что он дебил. Видимо, он счел тоостротый. А вот другой министр сказал, что Коломойский хам. Как ты, к чему это веду? Как ты оцениваешь вообще в принципе влияние сегодня Игоря Коломойского? Я считаю, что влияние Игоря Коломойского всегда было очень полезным для Украины. Это довольно парадоксальное высказывание, я согласен. Потому, что у Коломойского репутация большого жулика и вора. Согласен, да. Но именно Игорь Валерьевич придумал эту историю с тем, что олигархи должны возглавить администрации в 2014 году. И тогда он сказал, что пусть русские приходят, мы устроим им Сталинград. Когда его назначили губернатором Днепропетровской области, Александром Валентинович Шарченко его назначил. А Александром Валентинович Шарченко соскочил по стаданию губернатора Донецкой области. И если бы человек уровня Коломойского возглавляла Донецкую область, то она бы сейчас была под контролем Украины. Важен масштаб промышлений. Да, Коломойский эксцентр, он и тюристов. Но именно эксцентр, как и тюристы, нужны в сложных ситуациях. В простых ситуациях они не нужны. Алло, все нормально? Смотри, реформы, которые нам обещают в ближайшее время. Президент, например, дал задание до 1 января решить вопросы приватизации крупных государственных предприятий. Это вызвало шквал негодования. Потому что человек, который будет заниматься этими реформами, даже не смог, опять же, господин Милованов, о котором мы говорим, он даже не смог ответить на вопросы о прибыли тех, о прибыльности тех или иных предприятий. Совершенно понятно. Там, как говорит мой друг Олег Алексей Алексеевич, готовиться к эфиру. У него нет помощников, которые могут написать за 5 минут. У меня такие помощники, кстати, и есть. Написать справку. Хотя это далеко не министр, не премьер, не президент, никто. Ну, конечно, я собеседник Наталья Влаченко. Эта ситуация гораздо выше. Господин Милованов считает, что это вредно. Ну, как это? Знаешь, один друг моей юности говорил, зачем тебе это знать? Информация старит. Видимо, господин Милованов так же считает, потому что он говорит, что не любит читать книги. Ну, если человек не любит читать книги, он должен оценивать последствия своего решения. Особенно, если у мужчины. Хорошо. Скажи мне, что ты, Бросин, на этой неделе считаешь одним из самых интересных событий? Потому что я, честно говоря, на этой неделе не очень следила. По-моему, ничего такого не происходило. Действительно, ничего не происходило. Происходило то, что Владимир Владимирович Путин снова остается в рамках пакта с Макроном, президентом Аминьелем Макрона, президентом фрации. Он ждет, что случится. Но все зависит от Дональда Трампа. Россия является абсолютным приложением к Соединенным Штатам. Все утверждение, что это не так, есть полная ерунда. Но Владимир Путин знает, что это так. Поэтому он ждет, будет ли импичмент Трампа или нет. Если импичмент Трампа не будет, тогда будет заключен пакт с Западом, в рамках которых отдельный район Донецкой и Луганской области будет передан на Украине. Острова вернутся в Японию, будет заключен мирный ревел с Японией и так далее, о чем мы говорили неоднократно. Поэтому Владимир Владимирович завис. Он же консерватор. Он подвержен внешним влияниям. Если бы, я абсолютно согласен с бывшим начальником Генерального штаба вооруженных сил Украины, генералом Заманой, что если бы 5000 человек были введены в Крым в 2014 году, 5000 военных, то никакой анонсии Крыма бы не было. Они там были. Они там были. Их потом вывели оттуда. И они готовы были воевать. Да, да, да. Это было полное непонимание психологической ситуации. Некоторые наши общие друзья считают, что кто-то агент ГГБ. Нет, просто испугались. Испугались. Потому что, опять же, существует огромный страх перед сверхдержавой России. Она сверхдержавой, да, но не является. Как только оказывается вооруженное сопротивление, немедленно все прекращается. Знаешь, сегодня мы обычно же с тобой говорим практически всегда только о политике. Но я сегодня хотела немножко нарушить эту традицию. Да, тот вопрос, который ты хочешь задать, мне передали, что ты хочешь его задать. И я вполне согласен на него отвечать. Это будет в конце. А перед этим я хочу тебе сказать, что я смотрела... Ну, я же всегда смотрю людей, которые со мной работают в одной нише. Я на этой неделе смотрела программу Собчак и Александра Петрова, как бы одного из самых успешных артистов России сегодня, которая снимается в ряде сериалов, в том числе «Звоните Ди Каприо» и так далее. Я не смотрю сериалов, поэтому я не знаю, кто это. Но это не имеет ни малейшего значения, я буду отвечать. Он один из самых высокооплачиваемых артистов, один из самых талантливых, пожалуй. Ну, потому что это сериал, который я назвала, он сделан достаточно хорошо. Ну, я не об этом. О том, что в этой программе минут 15 Ксения Собчак читала мораль этому Петрову, который пишет стихи, ну, наверное, они слабы, эти стихи, наверное, они местами не такие, как хотелось бы видеть стихи больших поэтов и так далее. И она ему говорила о том, что быть аматором в сегодняшнем мире – это страшно стыдно, пошло. И лучше бы делать то, что ты умеешь делать, и не делать того, чего ты не умеешь делать. Какие слова я не ослышу? Быть кем? Быть аматором. Да. Да, то есть делать что-то плохо. И я тут же вспомнила… Я для нашей аудитории перевожу, поскольку Наталья Блащенко просто является патчерицей герцога Латаринского, а я простой чувак с овощной базы, аматор – это любитель. Я перевожу, да. А, да, да. Так вот, я хотела тебе в связи с этим задать вопрос. Ну, оставим за скобками то, что Ксения сама, в общем-то, играет в антрепризе, играет очень слабо, является артистом-аматором. Бог с ним. Петров не сообразил этот аргумент. А Крик Томатка, еще раз напоминаю, наша аудитория – это артист-любитель, а не профессионал, да. Она любящий театровед, поэтому она хорошо владеет этими терминами и забывает, что не вся аудиториями владеет. Но у меня другой вопрос. Понимаешь, как в Украине, возможно, это даже тенденция мировая, но в Украине совершенно четко последние шесть лет прослеживается тенденция, что быть профессионалом – это стыдно. Профессионал – это всегда практически идиот, взяточник, совок и так далее. Должны прийти очень молодые, очень новые, очень честные люди, которые нихера не умеют делать, и уж они-то нам тут закрутят сюжет. Вот это вот, понимаешь, история с людьми, которые ничего не умеют делать. Как ты считаешь, возможно ли эту тенденцию сегодня все-таки сделать обратимой для страны? Потому что мы видим, что падает, в принципе, очень много, там целые опции падают, да, потому что имя за ним, ну, самая страшная ситуация в правоохранительных органах, там практически ушло очень много людей, которые умели что-то делать, а люди, которые пришли, не умеют. Сейчас расскажу, я сейчас расскажу нечто страшное. Никому не рассказывай. Я был важным свидетелем по делу об отравлении Ющента, Виктор Андреевич. Я провел на допросах в Генеральной прокуратуре Украины, ну, полжизни. Сначала в Москве. Эти допросы проводились в посольстве Украины в Москве, что противоречит стать уголовным законодательствам. Я просто не хотел портить отношения, поэтому я формально мог отказаться от этого. И потом на, как это, Резницкая улица называется? Да, значит, на Резницкой улице еще. Да, допрос всегда длится, ну, скажем, 7-8 часов. Это довольно утомительно. И следователь, который вел эти допросы, в конце первого допроса сказал мне, ты знаешь, ну, он говорил, со мной на вы, естественно, как положено по протоколу. Ты это, я так условно говорю. Мы очень боимся, что твоя жена сейчас соберет пресс-конференцию и разгласит то, что мы обсуждаем. И я хочу сказать, что люди, которые со мной общались, это руководитель следственного преддата Галина Климович и мой непосредственный следственный Алексей Донской, визначайший профессионал. Визначайший. Я это подтверждаю. Они все делали строго в рамках законодательства. Но Галина Климович, как ты знаешь, уже не работает в правоохранительных органах. Нет, я не знаю. Она была вынуждена уйти, ее выдавили из них. Я не знаю, работает она или нет. Я этого не утверждаю. Гоша, она, кстати, профессионал. А где она работает, я не знаю, мы с ней не общаемся. И Алексей Донской, который, по-моему, сейчас работает в ракулаторе. По-моему, да. Они, как законодательство, знали досконально. И ни одного непрофессионального действия в отношении меня не совершили. Ни одного. Нужны профессионалы. Это не сложно их найти. Просто нужно иметь политическую волю. Но можно ли сегодня эту тенденцию поломать? Потому что, знаешь, впереди любого процесса всегда идет политический пиар. Политические все эти агитки. Что нет, пусть придут новые. Мы их научим, потерпим, пока они тут учатся и так далее. Понимаешь, насколько это вредно для страны? Одно не противоречит другому. Я стал главным специалистом отдела системных разработок Центрального Касовского бюро Госкомитетопродуктов 20 лет. Соответственно, поэтому не обязательно быть старым, чтобы быть профессионалом. Нужна система оценки профессиональных знаний. То есть, то, что люди придут с нуля и все сделают, это ерунда. Ну вот, насчет системы оценки я с тобой абсолютно соглашусь. Ну и, конечно, я в порядке исключений, потому что я читаю постоянно в комментариях... Да, комментарии. Я хочу тебя просто спросить, потому что все пишут. Мне не разделяются. Кажется, Стас сегодня бахнул. Но таким он мне даже больше нравится, пишут одни. Другие пишут, нет, ну это уж слишком. Ну вот, по-моему, он сегодня перебирает. Ну и так далее, и так далее. Вот так или иначе, постоянно уже много лет муссируется тема о твоем пьянстве. Вот сейчас нас будут смотреть десятки тысяч людей. Ну расскажи, есть у тебя с этим проблемы, нет у тебя с этим проблемы? И бывает ли такое, что ты выходишь в эфир, скажем, немного выпив? Да, конечно. Бывает. Но бывает, например, не каждый раз. И я не согласен с теми, кто утверждает, что это бывает постоянно. Я же помню, как все бывает. Во-первых, я хочу спросить тебя об этом. Я хочу спросить тебя об этом, а не ты меня. Ну смотри, когда я с тобой брала интервью, я стою неоднократно. Ты всегда был трез. Сейчас мы по скайпу работаем. Ну ты от меня произвешь впечатление абсолютно адекватное. Поэтому, ну, то есть ты говоришь, что это неправда. Или ты говоришь, что иногда бывает, но там в рамках. Я говорю, что это иногда бывает. Также я говорю, что Черчилль, не приходя в сознание, управлял весь тем миром Уинсона Черчилля. Что Борис Ельцин дал свободу России, будучи, скажем, не вполне пресс. Это определенные преимущества. Все. Тогда закончу. Тогда наберусь наглости и просто задам закругляющий вопрос. А что тебе дает алкоголь? Зачем тебе это? Ну, если бы кто-то когда-нибудь читал книжки, которых не читали члены нынешнего украинского правительства, как ты мне сказал, как ты утверждаешь, я этого не утверждаю. Алкоголь сокращает сознание. Ты сам сказал, что он не любит читать книжки. Это как бы общее место, есть видео на эту силу. Я просто подчеркнул, что это утверждал не я. Алкоголь сокращает сознание. Это способ сокращения сознания, расширения сознания. Ты сразу начинаешь понимать много чего-то, не понимаешь, когда ты полностью тряс. Что тут нового? У каждого по-разному. Для одних это бегство от отчаяния. Для другого это расширение сознания. Для третьего это просто уход от каких-то депрессивных моментов. Это значит как с сексом. Для каждого он нужен по какой-то своей причине. Хорошо. Ты сейчас дала мне очень правильную подачу. Может быть, даже не собиралась ее давать. Не собиралась. А секс – это плохо? Хорошо. Ну, так алкоголь, значит, тоже плохо. Слушай, я всегда говорю, что мир дуален. И все хорошо, пока это не превращается в свою противоположность. Ну, то есть, немножко яда всегда прекрасна. Множко яда – это смерть. Понимаешь? Вот и все. Точно так же и со всем в этом мире. Все, что слишком, то плохо. Мне кажется, так. Итак, давай сейчас… Я тебе задам два вопроса. Первый. Считаешь ли ты, что наш разговор сейчас неадекватен? Нет, не считаю, конечно. Да? Второе. Не вопрос, а это… Вот второе сейчас будет утверждение. Если бы у меня была возможность заниматься сексом 24 часа в сутки, я бы только это и делал. К сожалению, приходится заниматься чем-то другим. Ну, зарабатывать на жизнь, например. Хорошо. Будет ли сегодня финальный анекдот, скажи? Конечно, будет. Замечательно. Потому что в прошлый раз все заметили, что его не было, и все сожалели об этом. Тогда давай финальный анекдот. Значит, Владимир Иванович Путин выходит ночью на кухню и открывает холодильник. Там лежит холодец. Он же Студин, по разной терминологии. И Студин дрожит. На что Владимир Иванович Путин отвечает. Не дрожи, я за сыром. Вот я хотел бы сказать Украине, что не дрожать, он за сыром. Спасибо огромное. Это была программа «Набило», чего название придумал Александр Михайлович Кабанов, за что ему отдельное спасибо. Спасибо. До следующей субботы. Пока. 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 Пока.